Всем привет! Итак, это фото с нуля и я сегодня буду разбирать вопрос о цветовом балансе, балансе белого, RAV, JPEG, отличия и все такое. Ну тоже как бы максимально все вкратце, чтобы понимать. Загрузил две фотографии, ну то есть одна фотография просто с дубликатом JPEG, чтобы понять вообще разницу. И, кстати, один маленький момент, в Lightroom нельзя, как бы, всуять файла одного названия, допустим, RAV и JPEG, потому что Lightroom отдаст предпочтение RAV, ну то есть CR2. Соответственно, вы должны их сначала переименовать, чтобы их видеть, собственно, в Lightroom и вот с этого файла только RAV и JPEG. Сразу же там максимальные отличия, сейчас я очень секомпортирую. Фотографии, как бы, заранее, ну, упоротые, в том плане, что цветового баланса и прочего, так сказать. Специально взял такие не очень удачные фотки, которые можно в принципе выправить. Не стоит обращать внимание на всякие композиции и не говорить, что, типа, улучшил закал, и это специально, как бы, все так, вот, максимально, чтобы доходчиво было. Так вот, сразу мы видим, что открылся файл, который JPEG, и мы видим, что первое отличие от RAV, что в JPEG не стоит никакой температуры, никакой, там, заливки. В общем-то, все максимально дефолтово, поэтому все и весит, даже, в JPEG. Открываем тупо RAV, и мы видим даже, как бы, изменения в тенях, цветопередаче, собственно, состоит уже температура, заливка, то есть уже параметры наиболее глубокие. И максимально второе отличие, вкратце, да, это, допустим, у меня есть, вот, уже не хитресетик, который я уже немножечко подделал. Сейчас. Наверное, это вот этот вот, M6. То есть это уже примерно, как это должно как бы выглядеть, чтобы хотя бы вот платье у подруги было, значит, белое. Вот. То есть мы всегда отталкиваемся от белого цвета одежды, там, или чего-то еще. Ну, в общем-то, это и есть баланс белого. Мы видим, открываю JPEG и применяю тот же просет к JPEG, с теми же настройками. И мы видим, что это JPEG, не знаю, как это объяснить, но это полный трэш происходит. Я надеюсь, что вы поняли, что разница между JPEG и RAW какая. То есть, явно, что нужно фотографировать только в районе. Вот. Мы можем вернуться к дефолту, но я могу, на самом деле, чтобы было вкратце, не возвращаться, просто объяснить пару ручек. Если, допустим, в оригинале у нас была, в первый момент, температура 5500, то мы сделали чуть-чуть похладнее и получили, собственно, температуру где-то там 4300 в лодек. Так, тонировку, я не помню, другого нет. Но бывает случай, когда нужно немножечко в зелену оттолкать изображение, чтобы получить чтобы уйти под, по-моему, то ли синих переборов, то ли оранжевых, я не помню, честно говоря, сейчас посмотрю. Ну, здесь уже какой-то очень жесткий перебор. Я ушел даже вперед. Вот. Дальше, чтобы у нас видны были пересвеченные участки на лице и вообще в ней не было пересветов. У нас есть пост-экспозиция, встречая ручка, это восстановление, то есть она по дефолту стоит вот здесь. И мы видим, что некий пересвет есть. Но я, как бы, так не очень люблю, я что-то виды был как-то. Труктуру лица или там, может, внизу пресетов я ее, конечно, делаю в середине примерно. Ну, так. Филлайт – это заполнение светом. Собственно, эта ручка, по большей части, конечно, отвечает за задник, потому что я сейчас убрал, и вот задник у нас вообще-то здесь сейчас. Вот. Но у него есть один минус. То есть, если вы прибавляете, то сразу же привет в шоу и, собственно, аккуратность. Ну, Blacks – это понятно, это какие-то темные, ну, тенюхи и темные участки сразу же становятся еще темнее. Вот. Так же и, собственно, фон пропадает. Вот. Яркость и контраст – я думаю, что это всем понятно. Вот. Ну, Clarity – это добавление, опять же, в тенях контраста, либо такой за… у нас софтик такой, размыц еще за линией, по всему изображению. Чем оно меньше, тем больше у вас будет размыц. Ну, кому кто как нравится все делает, я не читаю более чем изображение. Ну, Vibrance – это насыщенный цветок вроде… не Vibrance. Вот. Я имею в виду цвета, которые есть уже. А Saturation – соответственно, какого-то насыщенность общая. Вот. Здесь очень в один момент еще есть, как бы, уровни и кривые. Вот. Я предпочитаю делать синусоиду здесь. некую такую… Моя стандартная такая… не знаю… Стандартная линия кривых, в общем-то. Да, и чтобы бороться с какими-то желтыми, там, перебарщиваниями или синими, то вот этот блок в Lightroom очень важен. То есть, если вас, допустим, вы видите, что, ну, очень много красного, то вы здесь можете вручную его подобрать. Да, но красный убирается, естественно, сразу же с оранжевым и желтым. Опять же, то есть, некая такая какая-то полудуга, она должна быть. Зеленый я, в принципе, не трогаю. И если, например, пиджак или что-то еще, вы когда температуру здесь выкручиваете, вот, в более холодный цвет, то у вас черный пиджак превращается в синий пиджак. Это тоже, как и не совсем верно. И его нужно, конечно, опять же тут же вот этот вот синий подбирать. Но он на носочник и не попадет. Вот. А он будет синим. Можно даже синим где-то добавить и, собственно, вот этой ручкой Vibrance. Вот. А если там вы видите, что синий тускловато совсем стал, там, не на пиджаке, а на других, там, туда, одежда, которая уже синяя, не черная. Вот. Вам эта ручка может помочь. Ну и, собственно, розовый и мадженту, ну, можно опять же сделать так. То есть я предпочитаю все делать какими-то некими синусоидами, чтобы это было загзагобрано и все. Дальше это идет уже спидтонинг, это как бы, такая отдельная, короче, менюха с заливом светлых теней и темных печатков. Ну, то есть тени и хайлайт, не знаю, ну, светлых теней. Вот. Я, как бы, это не буду трогать, потому что это ни к данному примеру отношения не имеет. Следующая менюха отвечает за шумодавитель и за резкость. Так вот, про эту менюху я расскажу в следующем выпуске, про обработку, типа, серии, там, геометрии, культуры и спорты, и прочее. Вот. Более подробно. так, ленз коррекшен я вообще-то работать не буду. Единственное, что, наверное, все знают по там винетку и... Вот эта вот ручка, немножко все ей будет. Вот, я уже, как бы, отхожу от этого, потому что тоже, отдушная какая-то. Дальше есть, ну, более как это, не знаю, продвинутая винетка. Можно как бы затемнить все по овалу и вот у нее есть разные всякие кондиционеры. Можно добавить зерна, вот этим шумом, не знаю какого, компьютерное. И камеры Calibration, но это для жестких задротов. Круто и не пользуется. Я не пользуюсь вообще. Вот, следующие выпуски про автобусорные двигатели. Всем пока. Поехали.